В общем-то, на голом энтузиазме, развился активно, теперь приходит много людей. Добрый день. Сегодняшняя запись будет посвящена тому обсуждению тех предложений, которые поступают нам на почту по поводу развития нашего канала на Ютубе и на Рюмео. Вот одна из этих подробных песен, присланная некто, Рюмео, мы которого не знаем, Сергеем Сураловым, мы сегодня собираемся обсудить. Ну, как бы вот мы распечатали его предложения, они называются, он сам их назвал как некую критику философского штурма. Ну и, собственно, одна из главных претензий нашему каналу состоит в том, что мы себя никак не рекламируем, помимо всякого рода технических расчетов. Почему мы себя не рекламируем? На самом деле у нас самая главная цель канала состоит не в том, чтобы популяризировать философию, да, а на самом деле просто получать некое удовольствие от жизни, да. А мы занимаемся фактически это для себя. Марки собирает. Кто-то марки собирает. Да, кто-то марки собирает, кто-то пьет, а кто-то семинарит. Кто-то философией занимается. Собственно, философия – это сама цель. Поэтому как бы пиариться, да, пытаться как-то продвинуть себя, ну, конечно, как бы во многом, может быть, в чем-то это греет, наверное, там. Нет, это приятно, конечно, это приятно, когда там у тебя есть подписчики, когда там ролик какой-то собирает 10 тысяч просмотров, это все, конечно, очень приятно, но не является самоцелью. Более того, я могу сказать даже неожиданную вещь совершенно, чем сильнее семинар, тем хуже его смотрят потом на ютубе. То есть наши наиболее сильные семинары, они набирают очень большое количество просмотров. Почему? Да потому что сложно. А самые популярные темы, как бы это две, это первая всевозможная генетика, кто такие русские, кто такие евреи, куда же без евреев-то, кто такие там татары, кто-либо еще. Лево с одной стороны, а с другой стороны, это то, что было посвящено Кургиняну, то есть медийной личности, которая занимала одно время, достаточно много времени в нашем российском телевидении, которую нам смотрели, и приходило большое количество оскорблений, и даже недовольны тем, что мы эту тему освещаем в том самом ключе, в котором мы ее освещали, даже обрушили нам сайт одно время. Но сейчас это все преодолено. То есть я повторяю еще раз, мы, конечно, наприятно, когда тебя смотрят, но то, что ты на нас смотрят, это ни в коем случае не является самоцелью. Ни в коем случае. Ну тут еще была, конечно, еще цель просто заявить, что все-таки философия в России существует, и поскольку никто не хочет просто заявить об этом, да, что как бы вот академические круги, какие-то, может быть, там, отдельные, там, кулибины, да, философии, может быть, они существуют, но где-то они там скрываются, каких-то катакоммах непонятно, да. Но вот мы просто хотели показать, что все-таки есть люди, которые размышляют о чем-то, да, и что уровень этих размышлений, ну, достаточно, скажем, высок, да, там, себя как бы не принято хвалить, но тем не менее. Мы просто хотели показать, что и в нашей стране можно философствовать, для этого есть все возможности. Собственно, мы приглашали к тому, чтобы и другие люди увидели, что это возможно, что вообще существует философия, так что она не канала куда-то там, в России в реку. Мы увидели, и этих других людей набралось уже достаточное количество, то, и теперь они требуют продолжения банкета. Да, у нас определенного рода культурологическая деятельность была, но, на первую очередь, сохранить видео семинаров Олега Михайловича Наговицына, крупнейшего современного философа, и показать его людям. Безусловно, их сложно, я, безусловно, там и семидесяти просмотров, ни один человек какого-то семинара не посмотрел дальше двух минут, но это вот просто чисто историческая какая-то деятельность. Вы поймите, что если мы это семинара прорекламируем так, чтобы посмотреть, зайдет туда не семьдесят человек, а триста и пятьсот, все равно из этого не станет, что там хотя бы один человек просмотрит дальше второй минуте. Потому что это сложно, это серьезная философия, если кто-то хочет с ней столкнуться, если в ней поработать, то оно вот так будет оставлено. Это деятельность чисто культурная, любая культурная деятельность, ну не любая, многое, многое, что из культурной деятельности, она не предполагает, что есть зритель, к которому она адресована. Вот так. Ну и еще по поводу как бы содержания, на самом деле тут еще есть такая интересная какая-то странная закономерность, чем лучше качество видео, тем как бы труднее, ну или чем мы лучше бы старались сделать картинку, да, вот поинтереснее, там покрасочнее, там придумать какие-то вставочки, да, там как бы снимать с нескольких камер, там и прочее, прочее, тем труднее на самом деле удерживать некое вот серьезное содержание. Тут ведь всегда так получается, либо приходится работать как бы с камерой, да, либо рассуждать. Либо с камерой звукой. У нас тут нет отдельного оператора, у нас как бы нет отдельных там звукорежиссеров, да, нам приходится все самим делать, и поэтому мы на самом деле, самое главное внимание у нас это внимание и содержание. А уж как спектр, мы даже вначале вообще делали аудиофайл, да, то есть, собственно, как бы считали, что даже картинка, она несущественная. Ну просто время движется, да, есть возможность снимать аудио, почему бы это не делать. И мы вместе с временем тоже как бы пытаемся быть более современными. Но на самом деле, как бы достаточно того, что и было бы, может быть, и наши семинары выкладывают в аудиоформате. Ну поскольку как бы видео действительно приятнее, и нам самим может быть тоже интересно, надо пересмотреть. Я сейчас, кстати, пересматриваю, у меня тоже интересно бывает. Именно на Ютубе почему-то. Но тем не менее, да, вот мы просто это выкладываем теперь в видеоформате. Со своей стороны я могу еще сказать, что у меня есть еще одна чисто философская причина, по которой выкладываем. Дело в том, что для того, чтобы стимулировать себя в какой-то работе, вот надо как-то так вот делать это как-то через социальное. Через социальное поле надо каким-то образом себя как бы вот прокидывать вперед, да, для того, чтобы быть более уверенным, что ли, да, для того, чтобы более как бы понимать на самом деле, является ли твоя мысль значащей. Да, является ли она вообще, стоит ли она вообще чего-то. То есть на самом деле всякий раз мышление, оно развивается следующим образом. Ты сначала какие-то твои заготовки, какие-то мысли сначала как бы пытаешься высказать, да, в первых попавшихся словах, да, попытаться увидеть их как бы со стороны, а потом уже рассмыслить уже, да, то, что получилось. И во многом виде предназначено именно для того, чтобы вот некий, некую историю мыслей ее зафиксировать, для того, чтобы потом по этой истории мыслей можно было бы восстановить самого себя, понять, да, и основные веки, и мысли как бы вот неких, сгруппировать в нечто как бы вот такое уже монолитное, да, некую концепцию. Это вот чисто моя тема, вот я просто, там у меня есть отдельная тема, что я занимался вон докладами, да, это было на самом деле просто единое методическое движение. То есть я ставил себе некую цель, как бы ее достигал, определенного рода результат выдавал в виде какого-то видео, да, то, что получалось как бы. И тем самым как бы ставил, как бы делал некое завершение какого-то этапа, потом ставил новую цель и так далее. И это помогает работать, да, это вот чисто такая стимуляционная деятельность. Ну и третий, конечно, момент, на самом деле тоже надо не забывать, что у нас есть сайт, да, и как бы вот этот сайт наполнялся исключительно содержанием, ну, достаточно монотонным текстовым содержанием. И было интересно, как бы, вот просто найти новые формы, да, философствования. Потому что у нас там заявлялась некая форма философствования, совместное там творчество, которое не удается, да, поскольку люди живут в разных местах, как бы, по-разному мыслят и прочее. А философия требует некого вот единого контекста. Надо, чтобы люди собрались, да, они договорились о терминах, договорились о том, что, как бы, уже, как бы, для них ясно, да, чтобы каждый раз к этому не возвращаться. Иначе получается, что каждый раз просто надо обсуждать какие-то стандартные проблемы. То есть, надо, должно быть некий контекст, да, вот, который уже ясен, с которым можно было стартовать и дальше двигаться. И поэтому все это требует времени. И реально, вот, например, наш семинар, он там существует с 91-го года, фактически, да, там, с перелетом. И он, на самом деле, просто уже и существует огромный контекст, да, вещей, которые мы просто уже не обсуждаем, потому что нам это ясно. И именно в этом во многом состоит, ну, если так можно сказать, успешность и плодотворность нашего сотрудничества. Ну, давай, давай дальше. А по поводу, как бы, моментов. Вот тут нам предлагается создать группу ВКонтакте. Ну, создали. И мы, на самом деле, давно об этом думали, действительно, потому что... И дело здесь не в том, чтобы привлечь каких-то новых слушателей, а просто, действительно, возможно, люди, как бы, так сказать, живущие ВКонтакте, как бы, там, тоже надо показать, что все-таки, что философия существует. Да, и тем людям, которые исключительно пользуются только ВКонтакте. Ну, про анонсы это нереально, потому что мы не будем тратить время, как бы, да, вот на все эти вещи, потому что... То есть, просто непонятно, что там предлагается. Ну, предлагается анонсы от одной до трех минут делать. Дело в том, что наши семинары, вот это тоже надо объяснить, они все осуществляются экстренно. То есть, фактически, на самом деле, и у нас сейчас-то даже нет никаких планов, докладов, ничего нет. У нас есть некая тема, и каждый, ну, и просто человек приходит, ну, Игорь постоянно это делает, я часто это делаю. Иногда я готовлюсь, а иногда вообще не готовлюсь. То есть, просто рассказывают какие-то ближайшие мысли. Ну, примерно, как бы, есть некая тема, и что можно по поводу этой темы сказать. И причем дело не в том, что, как бы, это какая-то похвальба, а просто в таком режиме, в котором мы философствуем, это нереально готовится. Если каждую неделю... Ну, допустим, у меня было так, что каждую неделю это в пятницу семинар, в субботу семинар и в воскресенье. Если мне не готовится, это просто надо умереть, надо бросить работу тогда, и только и сидеть, и заниматься. То есть, фактически, я просто в этом живу, и для меня это не составляет какого-то труда, там, взять просто, там, любую тему убрасываю и ее обсуждать. Не всегда это получается. Что я могу предложить? Одну минуту ли? Аноса? Ну, это, это, если бы знать, на самом деле, что мы будем обсуждать. А что, собственно, надо? А как мы знаем? Если есть хотя бы, там, дня за два-три приблизительная тема... Ну, вот, например, я сегодня решил, хотел докладываться по теме теоремы Гёдер, а, фактически, мы ее не осуществили. А, на самом деле, если честно, как бы, я подготовил, и надо было какие-то термины вспомнить, что-то там вспомнить, я и толку бы не подготовился, хотя у меня идея уже созрела. То есть они можно подготовиться в следующий раз. И так часто бывает. А бывает, у нас, допустим, тема одна, а потом она становится другой. В силу разных причин, в силу того, что пришли, допустим, определенные люди на семинар, да, им это интересно. Допустим, интересно физика, и мы... Ну, кто же не знает, кто придет, пока... И мы занимаемся физикой. Да, и пытаемся подделывать, в том числе и под этот. Видим, что нужно, таких людей нету, а другие есть, которым, например, интересует социальная философия больше. Мы берем и пересматриваем проект. Можно было бы делать, конечно, заставку, в том смысле, что перед каждым видео какую-то нарезку делать из того, что кто сказал, на самом деле вопрос в следующем состоит. Для того, чтобы видео подготовить, я примерно трачу сутки. То есть это вот мы сняли, как бы, да, и потом мне еще нужно сутки, чтобы везде все закачать, там, декодировать, там, и прочее, прочее, прочее. На самом деле, если я еще буду нарезку делать, то мне надо будет двое суток. Да, очень тяжело. А у нас еще существует жизнь, да, своя личная. Да, там очень-очень тяжело же, а на время очень долго загружается. Все это надо делать. Ну, на YouTube хорошо загружается и быстро. Ну, вот, это же большой труд, на самом деле. Это только так кажется, что взял камеру, включил, там, что-то быстро понарезал. Не, и вы потом, если посмотрите, у нас, на самом деле, есть огромный прогресс, и потому что мы начинали уже совсем, там, с примитивного видео. Ну, с фотоаппарата. Да, с фотоаппарата, постепенно перешли на одну камеру, потом на другую камеру, потом проблемы у нас были со звуком, проблемы с форматами. И, то есть, мы все это решали, решали, решали и пришли к чему-то. И, может быть, со временем мы дойдем до того, что там появится, может, свой человек специальный, который будет снимать, в чем я глубоко сомневаюсь. Потому что это действительно такой достаточно труд. Ну, как бы, это же надо везде присутствовать. Специальный труд, давайте что-то делать. У нас же, мы же, как бы, фактически семинарием так, мы в 7 часов начинаем, и бывает, там, завтра еще оканчиваются у нас семинары. То есть, я не думаю, что какой-то человек, там, энтузиазм, вот так вот будет около камеры сидеть. И, причем, если он будет просто полностью погружен в работу, ему это будет неинтересно. Потому что у нас получается так, что там, съемка, это фактически просто идет параллель. К сожалению. Да, остается, конечно. Ну, понятно, что операторская работа некорректная, да, и что камера поворачивается, и сейчас-то она не успевает за тем, что человек начал говорить, а камера только потом поворачивается. Опять же, это связано просто с тем, что у нас нету заранее, во-первых, плана, нет, кто когда будет говорить, и люди говорят, просто обсуждают, а камера фактически... Да, это же, у нас же твердо понимают, что когда вот так, у них не камера же поворачивается обычно, у Т-дивидения, они ведут одновременную съемку большим количеством... Да. Даже, может, 10-ю, 20-ю камеры внести. Это требует, во-первых, подготовки... А потом редактор это дело нарезает? И в том числе и не только редакторской, во-первых, подготовки на месте, то есть надо все это придумать, сделать и каждый раз монтировать, потом... Во-вторых, это время, да, во-вторых, как бы, потом при операторской работе, это дополнительно, надо все эти куски сшивать, то есть... Я иногда даже видео не просматриваю, я фактически что делаю, я перекодирую, начало и конец отрезаю для того, чтобы было, там, вставляю вот эти, это, начало и конец, да, вот, название... Да. И то, сейчас, может быть, это и смысла нет, титры вставляю, как бы, и загружаю. То есть, фактически, вот, при такой примитивной работе на это уходят сутки. Ну, фактически, там, какая-то перекодировка, там, это обрезание и все и прочее. Ну, вот так, сутки, ясно, что относительно время ты сидишь, а компьютер работает. Да, это только... Не так, конечно, что ты трудишься. Да, понятно, понятно, именно об этом я и беречь. Потом, на самом деле, по поводу звука, со звуком мы поняли, что, действительно, звук сейчас некорректный, и даже, ну, не знаю, там, я пытался, там, повышать звук, ну, то есть, со звуком мы работаем, и у нас даже есть проблема с внешним микрофоном, то есть, мы, на самом деле, к этому уже идем. По поводу логотипа на видео я даже уже пытался это делать, просто видео немножко выглядит, как бы, выспленно, да, там. Ну, может быть, это имеет смысл. Я уже делал, попытался сделать логотип на видео. То есть, как бы, эта идея не новая. Надо просто обсудить, это тоже возможно. По поводу... Мне кажется, что это очень логичное. Ну, на самом деле, да. С логотипом... Или не такое сильно вот... Со звуком, с логотипом... Служенное и затратное... Логотип, просто вот эту самую хасминку, бесконечность... Да, просто я его буду ставить. В уголочек, оно, чтобы все было, да. По поводу вырезания, опять же, на самом деле, я одно время занимался этим и понял, что это очень, достаточно тяжелый труд, когда у тебя видео, условно говоря, там, на 6 часов, на все прослушать. Ты потратишь 2-3 раза больше времени, чтобы послушать и вырезать. Я пытался свои видео редактировать, это очень тяжелый труд, но это просто труд, буквально в смысле, и требует много усилий. Ну, может, иногда мы будем редактировать. Вообще, как бы, ну, сейчас пока у нас, на самом деле, реально просто на это времени нет. И так же точно, вот, тут вот предлагается монтаж, вставлять, как бы, какие-то вырезки из видео, да, смену кадра, эффекты всякие. Дело в том, что я перекодирую в такой программе, которая просто... Точнее, я редактор соединяю все куски в такую программу, которая просто режет лишнее. Она, на самом деле, туда ничего вставить нельзя. Это самая простейшая программа, она, как бы, в форм-формате, как бы, P3-формате, да, то есть... П4-4-формате, да, она позволяет только вырезать и склеивать. Это как-то там называется эта программа? На самом деле, я видео редактором специально не пользуюсь. То есть, на самом деле, редактирую именно я, как бы, редактором никаким не пользуюсь. То есть, просто я пытался разобраться, это тоже надо возиться, разбираться с этим редактором. Потом, по-другому, редактором какие-то форматы выходные тоже специфические. Я пытался звук вставлять, там, со звуком тоже проблемы, там, в зависимости от форматов, там, возникает рассогласование картинки и звука. На самом деле, все эти проблемы, наверное, решаемы, но они вот требуют технической подготовки, и вот требуют, там, ну, каких-то усилий даже. А у меня просто все стандартно, я уже по-заведенному. Я просто вырезаю куски, и не нужно. Звук, звук, во-первых, учить усилю при декодировке, не нужно, если возникает, не нужно. Так бывает, там, вырезаю, склеиваю, и все автоматически, и все. Вот, вся редакция. Возможно, можно будет со временем, как бы, если, я не знаю, там, просто, как это будет со временем, при такой, при той интенсивности наших семинах, которые сейчас у нас есть, я сомневаюсь, что это возможно. Но исходники, с другой стороны, есть, если кто-то хочет их поредактировать, то можно сказать. Мы можем, да, мы можем, на самом деле, предоставить. Тут есть пару, пару, пару терабайтов исходников. Да, мы можем все показать. Если кто-то не боится, ну, 9 терабайтов в видео. Насчет качества, на самом деле. Действительно, качество HD 1080p мы можем делать, full HD. И, собственно, как бы мы делаем... У нас исходники, и не умер. Да, это, как бы, это не проблема. Я сейчас даже попытался, и какой-то ролик закачал. Я просто, видите, философское содержание, оно, картинка, это нечто вторичное. Да, и мне казалось, что того качества, которое есть, HD достаточно. Но если люди хотят full HD, ну, можно это сделать. В этом тоже проблемы нет. Как бы, это все, я говорю, просто, это технические проблемы, но там ни времени оно не занимает, это все тоже решаемо. А по поводу семинаров. Кто тут пишет? Делайте семинары, где нет докладчика, и все участники равны в слове. Начинайте новые темы с нуля. По поводу докладчика. Дело в том, что у нас так уж сложилось, на самом деле, что докладчика всегда, кроме приглашенных гостей, двое. У нас почему-то такая вот... Отни и те же причины. Да, у нас компания просто несколько инертная. На самом деле, мы людей дергаем, мы пытаемся им сказать, что, ну, они же тоже участвуют в семинаре, видят, как это происходит. Пускай люди участвуют. Но на самом деле, люди просто отказываются. То ли у них тем нет, то ли они там боятся камеры, то ли еще какие-то проблемы. И всегда, как бы, просто по опыту наших семинаров, всегда нужна какая-то вот затравка, нужна какой-то вброс темы. На самом деле, докладчики, они просто тему бросают. Сейчас это просто... Можно просто не делать доклад, а на 10 минут какую-нибудь тему бросать, а потом по кругу обсуждать. Мы так, кстати, делали. Вот Игорь сейчас так делал иногда там. Он какую-то затравку даст, а потом мы ее обсуждаем. И я согласен с тем, что это обсуждение интересно слушать. Это тоже... Я с этим тоже согласен. Иногда у нас бывают монотонные доклады, это, наверное, действительно не всегда интересно. Потому что тут получается как будто бы как школьное, как нечто школьное получается, а не интересное. Но с этим можно подумать, действительно. А начинаете новые философские темы с нуля. Дело в том, что мы эти темы с нуля уже прошли в несопамятные времена. И, честно говоря, мы пытались как бы начать там с фальса, допустим, опять. Но это просто достаточно скучно. Но можно пытаться опять. Это просто вот эта вот тема, что каждый раз начинать историю философии заново. И мы пытаемся историю философии излагать, исходя из каких-то тем. Вот превозникают какие-то перекрестки, допустим, Аристотеля, Испиноза, Декарта, Гегеля, Канта, допустим, еще с кем-то там, Скайдегел. И мы вот на этих перекрестках пытаемся осветить и мысль Канта, и мысль Гегеля. То есть мы пытаемся находиться в таком контекстуальном философстве. Не в школьном философстве, где излагается взгляд только одного, а пытаемся как бы сравнивать философов различных. И вообще говоря, суть философии ведь состоит не в том, чтобы кто-то что-то сказал, а суть философии из каких-то известных философов. А суть философии состоит в самом изложении мыслей. Если у человека есть мысли, он может изложить это и не опираясь ни на каких там авторитетах. Он просто может от начала их ее изложить, и все. И причем у нас такие семинары-то есть, где мы как бы начинаем такие темы. Может быть, они продолжения не имеют, это на самом деле просто философия – это не такая вещь, где можно каждый день открывать, так сказать, новые вещи. Философия – это, в конце концов, постоянное возобновление одного и того же. Ну и вот тут предлагается в конце семинара делать в год конкретное заключение. Это немножко, мне кажется, по-школьному, да, как-то? Морали такие. Или это все-таки важно? Я, кстати, тоже считаю, что надо начинать с того, что сегодня мы обсуждаем, и конкретно, конкретизировать тему. И заканчивать тем же самым. Ну, по крайней мере, чтобы самые нетерпеливые могли прокрутить, наконец, и узнать, до чего же люди да обсуждались. Я могу вам сказать словами Гегеля. Гегель как бы философскую мысль оценит не тем способом, что есть какие-то философские результаты. Да, философское произведение считает не для того, чтобы открыть последнюю страницу и узнать, чем же там все в этой философии, в конце концов, закончилось, да? А философия – это и результат вместе с его исполнением. Да, и само движение в сети, и оно точно так же важно, как и результат. И поэтому бесполезно как бы искать мораль философии. Да, на самом деле, надо понять, что философия – это некое движение мыслей. Это не мораль, не противопоставление движению. Это имеется в виду, что человек может и хочет иметь возможность вот заглянуть в самый конец и убедиться, что, собственно говоря, что у них баку курили, а что-то зря обсуждали и до чего-то дообсуждались. Я могу сказать, из-за того, что у нас все экстренно происходит, на самом деле у нас часто бывает так, что начало неудачное, скажем. Так, середина какая-то смята, а все в конце. Бывает наоборот. Начало удачное, а потом все заминается. Это же как придется. Люди собираются, у кого-то разное настроение, разное там… Вот, поэтому и делается какой-то резюме, чтобы те, кто не выйдет из нашей части, кто уже так, получит концентрированное какое-то… Надо все-таки действительно… Я согласен, что мы часто отклоняемся от темы, часто обсуждаем параллельные вопросы. И действительно, может быть, не делаем какие-то заключения. Не возвращаемся на главную тему, да, с которой все начиналось, и не показываем, как это… В чем же состоит, собственно, там… Допустим, если есть разногласия, в чем состоит-то разногласия, точек зрения, да, там… В явном и четком виде. Это, наверное, надо делать. Ну, вот еще, на самом деле, интересный вопрос связан с тем, что… Откуда… Что это такое за философская лаборатория? Почему данный семинар мне может быть просто частью философского штурма? Дело в том, что, как бы, философский штурм – это семинары, которые проходят в одном месте, да, с участием одних людей. Философская лаборатория – это семинар, в котором другие люди есть, да, которые отсеялись от нашего семинара, почему-то не хотят влиться в общее русло, да, не хотят, как бы, участвовать в общем обсуждении, я уже не знаю почему, там, из личных соображений каких-то, они, как бы, тоже, в принципе, интересуются философией, но вот приходится с ними отдельно обсуждать. Их нельзя назвать уже, как бы, философского штурма, потому что они, там, отделившиеся какие-то. Вот мы назвали в основном их философскую лабораторию. Антология форм – это, как бы, третий семинар, он принадлежит, собственно, Олегу Михайловичу Наговицу, но это чисто его детище, да, и мы просто в нем участвуем. И, соответственно, поддерживаем его на его направлении. Так что тут трудно сказать, да, там, можно, конечно, все под одну вывеску подвести, как бы в рекламных целях, наверное, это было бы важно, да, чтобы был один лейбл, там, знак качества. Ну, а с точки зрения, ну, люди должны понимать, что у нас санта... У нас зонтичный бренд, да, у нас зонтичный бренд. Да, у нас еще и стеологический семинар, это, на самом деле, еще третий, там участвуют... Четвертый. Четвертый, да, там участвуют эти, чисто христиане. Ну, рейдеры там не любят участвовать, потому что там темы чисто вот такие. Близкие, как бы, к содержанию, там, обсуждения того, что написано в Евангелии и Библии, то него там в меньшей степени интересует. То есть, богословский вопрос Игоря вообще... Игорь, например, неинтересен, а интересен другим людям там. Ну, то есть, вот как-то так. По поводу, на самом деле, чтобы для привлечения канала тут семинарий в других местах. Мы, на самом деле, этот вопрос тоже обдумывали, чтобы выйти в люди, да, и в каких-то повещениях, в публичных аудиториях это делать. На самом деле, тут возникает следующего рода проблема технического характера. Дело в том, что когда собираются незнакомые люди, и когда возникает обсуждение среди людей, которые друг другу не договорились, просто возникает болтание. Это очень трудно, на самом деле, добиться от неоднородной аудитории какого-то, ну, там, единого, стройного обсуждения какой-то одной темы. Это как бы начинается разноголосица, спор о словах, там, о терминах, там, кто что сказал и прочее. То есть, конечно, такая идея есть, но она сейчас, с точки зрения философии, может быть, в другой, там, ну, с тематики, там, какой-нибудь простой, там, там, допустим, обсуждение того же Евангелия, это было бы возможно, потому что там единый текст есть, как бы, в принципе, все Евангелия читали, это единый контекст создан, благодаря благословию и прочему, можно что-то там обсуждать. А когда в философии, вот там, такого уж прям единого контекста нет, там, философских, как бы, конструкций много, и мнений тут много. Когда собираются разноголосые философы, возникает, знаете, такая, какая-то странная ситуация, что это на одном из таких обсуждений встает человек и спрашивает, а что об этом сказал Макс? Понимаете, и становится просто смешно. То есть, как бы, вот, и чтобы таких ситуаций не возникало, мы, как бы, все-таки избегаем пока такой формы. Потому что форма публичная, она требует, скорее, вот такого, ну, может быть, скорее лекционного курса, да, какого-то серии, или там, курса подготовительного, чем, собственно, само движение мысли, да. Да, допустим, безотносительно того, могут уловить люди его или нет, да, вот ты, как бы, обсуждаешь, что кто-то смог, кто-то не смог. А есть, как бы, публичное нечто, когда ты, публичное выступление, когда ты пытаешься людям что-то объяснить, чтобы именно, вот, те люди, которые пришли, населена, чтобы именно они поняли, именно в тех терминах, которые им известны, там, марксистам по-марксистски объяснить, там, когда, хейдегирианцам по-хейдегириански, там, а канту по-канту, катианцам по-кантовски, то есть, вот, что вот, ну, это отдельная работа специально, она там требует других усилий просто. Ну, может, мы никогда не сподобимся на такие усилия. Что скажешь по этому поводу? Не знаю, может, подняемся. Ну, тут еще есть, как бы, еще проблемы со здоровьем. Да, проблемы со здоровьем, всякие прочее. Я могу сказать, для чего было бы это на настоящий момент интересно, куда выйти в народ, для того, чтобы устроить что-то типа клиентных игр, в смысле, Щедровицкого или кого-либо еще, на какую-нибудь тему. То есть, для того, чтобы у тебя были не лекции, не семинары, а что-то совсем принципиально иное. Ну, например, взять из истории России сыграть «Роскол». То есть, суть состоит в том, что какие-то люди надевают на себя маски или одежды кого-то из наших известных исторических деятелей, и эти исторические деятели, как бы, в этой игре, как бы, участвуют. И в этом смысле мы пытаемся отрефлектировать такие важные факты нашей истории, нашей современности, может быть, даже будущего. Мне, в целом, это очень интересно, потому что я хочу проверить их, могу ли я их вести сам. Ну, вот такая вот вещь. Также нам предлагается, ну, тут есть чисто просто технические какие-то маленькие вещи. Мы, на самом деле, действительно, все такие предложения не пропускаем. И, ну, поскольку не специалисты во всем этом, да, мы, на самом деле, тоже понимаем, что, действительно, со стороны лучше видно, есть проблемы и со звуком, и там, с картинкой и прочее. Все, что можно сделать, да, в рамках вот наших возможностей, мы, конечно же, улучшим и сделаем. Эти все замечания интересны. По поводу тем, да, вот тут предлагаются разные темы, там, в том числе, там, допустим, обсудить, переманать теорию Бонгкаре, там, обсудить глобальный преддиктор концепции общественной безопасности, обсудить какие-то отдельные персональные, обсудить, там, всякого рода рай, ад, бог, идеолог, и просто всякие другие вещи, это, возможно, я не знаю, мы будем ли мы когда-нибудь делать семинары под заказ. Вы тут поймите, мы же, на самом деле, не являемся уже такими, как это называется? Энциклопедистами. Энциклопедистами, да, и, как я хотел сказать, этими людьми, которые знают ответы на все вопросы. Мы же нам обычные люди, да, и понятно, потому что у нас есть свои интересы. Я-то не обычный, конечно. Дело в том, что у нас есть свои интересы, и в рамках этих интересов мы можем сказать что-то интересное, да, и что-то там такое, может быть, даже новое, и потому что эти вопросы нас интересуют, и мы их разрабатываем. А браться за какие-то темы, которые тебе не интересны только ради того, чтобы показать, что ты такой умный, обсуждать это только исходя из того, что это произвести какое-то впечатление на других, или просто высказать свою точку зрения, ну, это неправильный подход, да, это вот и подход тех самых интеллигентов, про которые Игорь однажды докладил. Да, я хочу еще обратить внимание, всех, это люди как бы не понимают очень часто, они думают, что это лекции. Ребята, это не лекции, здесь нет никакой попытки с тебя поставить в учитель, в учитель, а благого поставить в позу ученика. Такого ничего подобного нет. Это именно, что лаборатория. Ты когда говоришь, рассказываешь, вот так происходит научная деятельность. Рассказываешь, сам обращаешь внимание на свои погрехи, на тебе их погрехи показывает кто-то другой, потом кто-то другой скажет какую-то совершенно странную, дикую интуицию, которую сам с ними оценят, а ты после этого с ней сидишь и поработаешь, и что-то здесь в этом найдешь. Это именно вот такое коллективное творчество. У нас, я могу сказать странную тоже вещь, необычную, что не все участники семинара здесь активно, скажем, работают именно с интеллектуальной стороны. Некоторые отвечают за энергетику. Вот они отвечают просто за энергетику, вот это состояние, самого этого места и так далее. Они за ней очень хорошо, и это видно, и это чувствуется. Для этого у нас и собирается здесь определенного рода коллектив. Расплоченный уже многими годами. Да, то есть этот коллектив здесь так и работает, то есть он работает как некий коллективный оракул. Ну как и Грибер, может быть, скажем. Ну, я не знаю, как и Грибер, но вот как некий коллективный оракул. И это та технология, которую мы пытаемся каким-то образом продвигать в жизнь. Что-то типа знания вариантов. Да, людям ее показывают. Очень важно понимать, что даже те, которые казыжицы говорят, что они в тему, и, кажется, те, которые вообще не говорят, они отвечают за очень многое. За очень многое, что камера не передает. Да, потому что мы пытались работать и в одиночку, и это на самом деле неэффективно. Каждый из нас... Ну, не получается это. Потому что каждый из нас, на самом деле, только может, ну, скажем так, наиболее эффективен, когда он находится в сообществе, да, и когда он получает подпитку и от других людей. Когда он может свое мнение высказать публично, во-первых, со стороны на себя поглядеть, а во-вторых, услышать, может быть, какие-то возражения, может быть, какие-то неожиданные ходы, да, которые сам не замечаешь. И, более того, действительно, тут еще говорят, что это все происходит в определенную периодичность для того, чтобы создавать контекст, для того, чтобы, возможно, было на базе того, что уже сделано, на базе того, что уже проговорено, как-то двигаться дальше. Не понятно. Есть ли, да, принцип такой-то? Ну, а что там? Ну, и по поводу тут предложения делать обратную связь, да, как-то отвечать на вопросы. Собственно, вот это сегодняшнее наше маленькое заседание, как раз оно и касалось того, что, можно сказать, что мы ответили на вопросы, которые нам прислал один из пользователей нашего канала. Мы обращаемся к другим пользователям, да, если у вас есть какие-то интересные предложения, если вы видите какие-то недостатки и возможности что-то улучшить. Приложить помощь. Да, приобретать техническую. Да, если кому-то охота перелопать 2 терабайта в видео, мы всегда готовы. Да, мы готовы предоставить. Мы можем поделиться, да. То есть Full HD, весь... Все это есть, да, мы все это... Дело в том, что мы готовы отвечать на эти вопросы, действительно, но в рамках наших возможностей мы будем стараться что-то улучшать, естественно, да. Ну тут вот спрашивают, можно ли на основе наших семинаров создать некоторые родители схожие интернет-проекты. Я бы вообще предлагаю людям, которые заинтересованы в нашем проекте, может быть, как-то в нем поучаствовать. Буквально в смысле, потому что... Мы это давно людям предлагаем. Да, аккаунт, на самом деле, наше слов это не идет. Мы же не хотим деньги зарабатывать, да. Можно аккаунт, на самом деле, теоретически доступен с любой точки мира. Это интернет везде есть. То есть, если люди хотят что-то загрузить, ну, при доброй воле, конечно, и прочее, мы могли просто предоставлять эту возможность, там, в виде пароля или прочего как-то, да. Люди сами просто в наш аккаунт что-то загружали. Ну, естественно, можно с минимальной, или присылать, да, с минимальной нашей... Можно просто присылать. Или присылать на наш канал, да. Будем это рассматривать, как тоже работу, допустим, там, нашего канала. Да и на сайте философские штурмы. Любой может загрузить там видео. Да, на сайте философские штурмы. В разместении получить там новую аннотацию. Это совершенно свободно делается. И она автоматически пойдет вот тут, под той кнопкой будет стоять, которая называется видео. Это с точкой на самом верху главной страницы. Далее, можно ли использовать, пишет Сергей, ваш интеллектуальный материал в чистом или неинтерпретированном виде? Наш материал можно использовать в любом виде. В грязном... Еще разном? Да. Если хотите... Но желательно со ссылкой, на первую очередь. Нет, это не обязательно. Мы, на самом деле... Но желательно. Мы работаем, если так уже как бы говорить, немножко уже выскоряем, да, на благо нашей страны, без корыста, по возможности. Конечно, у нас были, конечно, идеи такие, и без этого как-то на это еще и деньги зарабатывать. Но, если честно, мы пытаемся деньги зарабатывать. По-другому. Потому что, как бы, у нас мы проникли с идеей Web 2.0 называется? Да, Web 2.0, да. Да, что мы считаем, на самом деле, что в отряде должно быть все бесплатно. Ну, понятное дело, что у нас какие-то есть минимальные затраты. Мы проникли с идеей Web 3.0. Web 2.0, она говорит, что все... Основная услуга бесплатна, а все дополнительное за деньги. У нас Web 3.0. То есть у нас основная услуга бесплатная, и все дополнительное тоже бесплатно. Тут же идет об оплате, об авторских правах. Да, ну, зачем нам нужны авторские права? Ну, пусть и... Я, на самом деле, говорю... Можно использовать бесплатно, но хотя бы сосылка там. Ну, если совесть позволяет. В чем смысл-то этого? Сами поймите, что философская мысль, она же не зависит от того, кто ее высказал. Ну, высказал ее Кант. Что ж теперь уже? Теперь не высказывается, что ли, в таком же ключе? Ну, или Геймель, или там Дикар. Это общее достояние. Собственно, мы как бы просто пытались этим каналом показать, что мы и вы, и мы можем точно так же размышлять. Ничем не хуже, там, этих же деятелей, там, немецкой философии, французской. Да, жизнь проблема, она сейчас у нашего канала не в том, что он плохо или хорош, а в том, что он, по всей видимости, на Ютубе и в Луне единственный. Вот в чем проблема. Да, мы на самом деле, когда начинали делать и философский сайт, и когда пытались вот как-то все это пропагандировать, вы бы еще думали, что огромное количество философствующих людей там существует в России, да, которые присоединятся и образуют нечто вроде там философского движения, да, на отечественной почве. Ну, было думано. Это я так думал, да. Ну, не только я, Роман Таран такой. Да, я с самого начала уже давно говорю, что просто в стране просто никого нет. Ну, Роман Таран был тоже этой идеей. Загорелся онлами, первый, там, потом просто это обсуждали. Мы хотели сделать даже школу, у нас был даже журнал и прочее. Но, на самом деле, как выясняем, как выяснилось впоследствии, никакого интереса к философии нет, никаких философов. Это, ну, я не знаю, там, ну, по крайней мере, с теми, с кем мы общаемся, там, ну, их маленькое количество. Вот на сайте нашего присутствия, ну, сколько там, 30 человек? Да, ну... Это все, что можно было набрать на территории России. Очень сложно назвать философами, все это очень условно, конечно. Все эти академические философы, да, они... Постоянно скатываются в вульгарную политэкономию, в политику и всякое прочее. Просто мы, как бы, особо этому не препятствуем, но особо не помогаем, потому что у нас очень много политических, социологических и экономических сайтов и ресурсов. Хоть сколько-то немножко философик, он как бы один более популярный, но не философский, что ли. Почему-то академические философы, ну, не знаю, они как бы самоусторонились, но почему-то думали, что они, как бы, тоже как бы примут участие. Им это неинтересно. Да, это же казалось бы очень по сути, что у тебя есть блог. Просто бесплатно не работают. Бесплатно не работают. Ну, тебе есть блог, и почему в блог этот не выложить собственные тексты, собственные видео, собственное аудио? Да. Блог же есть, ты выложил их, а будут обсуждать, не будут, это же все равно. Тем не менее, это не так. Если вы возьмете сайт Института Академии Философии Академии Российской Академии, то вы увидите, что там, например, видео появляется примерно с интервалом раз в месяц где-то. А там, ну, я думаю, что у этих профессиональных философов около тысячи человек, может быть меньше, может быть больше, ну, куча секторов, отделов и всего прочего. А видео у них не появляется. То есть, таким образом, они себе нигде не делают. Никаких популярных журналов или текстов в стране нет. В большом счёту, из письменных философов в стране читают, пожалуй, что только Секацкого как-то. Больше никого не читают. Да, вот это очень интересно. Ну, я ещё надеюсь, это другая ситуация. Наверное, на свой семинар, бывает, пытаемся пригласить каких-то интересных философов, они просто не едут по разной причине. По столу уже пытались пригласить, как-то там не получается. То есть, Олег Михайлович Ноговицин, как-то там неясно. Ну, почему? Олег Михайлович сам по себе тоже живёт. Ну, да. Ну, то есть, на самом деле, был такой период в девяностых годах, когда вот «Барбуша» начиналась, когда вообще, как бы, в нашей стране много было изменений. Вот тогда как-то почему-то именно к философии большое, огромное дело. Ну, к любой коммунитарной теме был большой интерес, и он быстро сошёл на нет. А сейчас, как бы… Ну, как бы так не проявляется, на самом деле. Поэтому, мы, конечно, культурную деятельность ведём, стоим здесь на страже. Ну, и только. Мы отлично понимаем себя, даём себе отчёт в полной бесперспективности нашего начинания. Ну, и итог, как бы, Сергей тут завершает. Сверхзадача мыслящего человека – увеличить количество мыслящих людей. Мыслящий человек, в целом, повышает уровень жизни всего общества. В таком обществе жить просто легче. Ну, и дальше оценка. У вас реально качественное содержание семинаров, но форму можно сделать совершенно интереснее. Ну, и на самом деле, наверное, надо с этим согласиться, что форму можно, конечно, улучшить. Да. Может быть, можно как-то их качественно, с качественной стороны что-то улучшить. Ну, тут просто уже от нас это не зависит. Дело в том, что мы и движемся в некоторой эволюции, да, своих мыслей там. Своих каких-то рассуждений, да, и здесь как получается, так и получается. Иногда бывают периоды подъема, иногда бывают периоды спада. Тут тоже надо, так сказать. По поводу чисто формы, то есть не по содержанию чисто формы. И оно требует, на самом деле, все это дело финансирование. Съемка большим количеством камер, съемка, как прилагается, стола сверху, а не экраны, можно о нем просто чего-то писать. Требует, ну, с моей точки зрения, достаточно больших денег у нас, для меня. Ну, прежде всего, мне кажется, редактирование требует. Редактирование. Что это должен конкретный специалист съесть. Да, специальный труб, которым мы должны... Там эту каждую секунду ловить, знаешь, когда... Это просто шоу. Просто... Свет, свет, вспомнишь. Да, мне многие... Думаю, со светом долгое время. Мы же набиваем себе шишки на чем угодно. У нас нет ни одного места, которого не было, где бы мы в свое время не набили себе какого-нибудь синяка. Да. И со светом. И долго пытались вови перекодировать. Потом выяснилось, что лучше в МП-4, да. И всякие такие вещи, которые мы просто уучимся. Потом долго... Вот я, например, не мог понять, почему мне звук отстает от изображения. Выяснилось, что просто банально на компьютернике. Вот и все. Просто тупое. Надо было заменить на другую компьютер, и выяснилось, что там нет никаких проблем. А это же сидел и пытался решить эту проблему. Никак не мог. Много-много таких подводных камней. Потому что всем же должен заниматься профессионал. Ну, слава Богу, что у нас есть YouTube, у нас есть камера достаточно приличная. И мы что-то снимаем и делаем пока все, что можем. Ну, вряд ли. Ну, мы учимся. Ждать большого прогресса от нас не стоит просто. Нет, ну почему не стоит? Ну, ты уж так уж сразу попрошу. Я уже считаю, что почему не стоит? Нет, мы будем прогрессировать. Прогрессируйте. Только он... Вопрос на время. Да, да. Он не может случиться вот сразу вдруг, да. Это не взорвется там. На самом деле нам требуются какие-то усилия, требуются обдумывания, да. Требуется время. Ну, и тут наконец-то переписка смешная тут. Мне предлагается новый свитер купить с капюшоном. А этот черный тип и скучный. На самом деле, у меня даже вот это не помню. То ли четыре, то ли пять свитеров. Я уже утомился, на самом деле, по кругу надевать. Ну, купи седьмой я. Купи такой атьяк и... Нет, ну я уже хотел в костюме это делать, но как-то в костюме это все выглядит слишком официально. Ну, а почему не делать в костюме? Можно и в костюме. Ну, вот так, да. Да. Ну, что все-таки. О, настанет летом. Да. В летом у меня мама мне купила там сколько-то, не помню. Пять футболок разного цвета. Одинаковые, но разного цвета. Круто. Да. Теперь, хопа, минутку, сейчас я футболку переодену. Опа. Нет, ну вопрос, я согласен со Светом, тут вот такой вопрос. Картина, вот когда мы к чему-то привыкли в будни, ну и всегда одеваемся немножко в темное. И картинка получается однообразная. На самом деле, надо стараться, конечно, цветастое, что-то цветное одевать. Ну, нет, я одеваю когда красное. Ну, если мы, в общем, с этим к этому вопросу тоже, мы этот вопрос понимаем и стараемся что-то исправить. Да, то есть мы... А по поводу движения... Можно изобразить светофор? Стараемся более-менее регулярно даже стричься. Ну вот, стараемся. И про движение, конечно, тут тоже... Вечки протирать. Такая вещь. Вот, кстати, вот еще такой момент тоже можно разводить надо было, что мы никогда ничего не делаем специально. Да, там были такие высказывания, что вот когда видео мы снимали по поводу генетики, да, и этой... Что это шоу разводило? Да, что это шоу. Никаких шоу нет. Это на самом деле просто тебя будет не в духе еще-то там. И когда иногда получаются и такие видео. Это на самом деле просто реалии. Я говорю, все происходит экспромтом. Никаких нету планов заранее там. Никакие роли нигде не играются. Это просто жизнь. И так вот в жизни случилось. Теперь уже ничего не поправит. Как бы я перед всеми извиняюсь, что испортил тут до оплаты Игоря, но уже сделать уже ничего нельзя. Собственно, можно только удалить его и все там. Собственно, тогда как раз поступил немного безалаберно. И как бы не осмотрительно, надо было, наверное, вырезать эти все моменты. А я просто, так сказать, начало и конец, как обычно, отрезал и послал. Ну, ничего. Ну, ладно, все, да? Все. 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 Продолжение следует...